Здесь снимать нужно осторожно, потому что здесь зона индустриальная, и ты иностранец, и если ты будешь снимать везде, просто на проходной там с камерой ссувать свою камеру или там где-нибудь через забор, то в Новосибирске, я думаю, что попадешь, скорее всего, не скоро, потому что тебя могут пересадить так конкретно здесь месяцев на 4-5 до выяснения, поэтому лучше, конечно, этого не делать. Мы снимаем из машины, в принципе, вот мы сейчас подъехали к проходной Суэлла, сейчас поедем там к СК, подъедем еще, с правой стороны как раз пошли огромные резервуарные парки, вот я думал, что это СПГ, на самом деле это обычные топливные резервуарные парки, эти вот большие танки, это топливо, это не СПГ, а СПГ терминал находится не здесь, а чуть дальше, ближе к порту, вот. Это обычные, просто гигантских, колоссальных размеров танки, просто капецкие здоровые, представляете себе, да, по размеру? Мы сейчас едем в сторону, наверное, Best of You, где было получше посмотреть. Видна вся почти нефтехимическая часть Мусана, там всякие резервуарные, стоят танкеры, отходим, наверное, за генерацию, генерацию, может быть, даже СПГ. А с правой стороны от нас Хюндай, вот он. Вот все, Хюндай, вся территория огромная, просто колоссальных размеров. Это все завод Хюндай. Видите, там стоят машины белые, как раз. Уже готовые. Представьте себе, размах завода, да? А вот там танкеры, которые мы с вами видели с дороги, видели? Вот еще одна из стоянок Хюндайских тоже. Сколько, наверное, машин там, блин, не знаю. Тоже бледненькое завод. Интересно, что это такое. А, это... Сейчас посмотрим. А, Хюндай Гловис. Вот танки LPG как раз идут, ну, газ. Жижно-природный газ, он в таких химкостях, круглых похожих на шарики. И с правой стороны тоже пошли такие космические шарики. Их тут очень много, вот сами посмотрите. Это все газ. Газ, 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 газ. Эл, пи, и, джи. Что-то. Пропанопроказ. Ну, не... Пропан, вернее, короче. Вот там, видите, прям вдалеке есть паром. Удобно все сделано, для того, что можно было быстро все загружать и увозить. Трубы, 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 резервуары маленькие, большие, средние. Тут их миллиард просто. И тут, конечно... Мы с вами все это видели, естественно, на заводах российских, в том числе. Но здесь, как бы, это все в более, таких, больших масштабах. Я думаю, что, наверное, сроднее Койла Газпрому. Да, вот Газпрмовский Омский завод тоже здоровый. Наверное, примерно плюс-минус так же по размерам. Танека гораздо меньше. Нижденька нефтихим, возможно, по размерам соответствует. Примерно плюс-минус. Но там немножко другая тема. Все-таки здесь топлива больше, конечно. Это ближе к Танеке. Вот, который мы видели. С вами речно. Вот Исуэл терминал. Вернее, Исуэл огромный завод. Представляете себе масштабы, да? Заправка как раз небольшая. Вот. Завод именно занимается, как и конкретно, топливом. Различными. Вот подъезжаем к Исуэл, как раз к проходной главной. Здесь находится самая главная проходная на завод, непосредственно, на терминал. Вот. Поэтому здесь... А здесь уже просто завод гигантских масштабов. Вы даже не представляете себе. Это примерно давно. Ну, района два-три примерно городских средних районов по размерам. Просто огромный размер. Завод. Для тех, кто утверждает, что в Корее нет листи переработки, это как бы так себе утверждение. Тут, конечно, заводики такие стоят прямо очень-очень и очень неслабые. Это уже не только уже в модельном направлении, Антон-глаза, по-другому. Это здесь здесь, по-другому. Это здесь. Дюйти- arranки в полон-п缘. Это здесь, по-другому. А, т.к. А. Я закончилась тут, в общем. А если не успеха, я не успеха, я хочу. Это, как да, мне секс-ку. там, я уже не успеха. rho-о-о-о-о. Тебо, я не успеха. Тебе, я недоф teaches! Это вот завода полного цикла, возможно, даже не топливное, а химическое. Я тут уже с правой стороны Eskay. Напомню еще раз, Eskay это ZEEK. Самая крупная в Корее производства по нефтихимии. Представьте себе объемы, да? Ну, конечно, понятно, что в основной массе это топливо, химическая промышленность, разные компоненты, полиэтилен, полипропилен и так далее. Каучики всякие. Тоже вот там трекинг базы делают. Тоже Eskay. Тоже Eskay. Тоже Eskay. Тоже Eskay. Тоже Eskay. Это вот как раз Essoil и Total совместные предприятия вот здесь, вот за забором как раз мы сейчас с вами видим его. Вот именно та самая коллаборация. То есть есть отдельно Eskay, а есть Essoil вместе с Total Energies. Это, ну, как бы типа две разных структуры. Essoil есть суверенный, а есть вот такой кусочек, который Total, видимо, там, которого имеет свой интерес. Это черт, видите, то есть значок такой Essoil Total. Он не везде. Заметьте еще раз, как бы он только вот в этой зоне промышленной отдельно. Eskay. 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 Но они здесь, кстати, делают вот как раз Total, который в Корее продается, здесь находится. То есть завод не отдельно Туттелевский, а делается вместе, совместно вот с Essoil. И теперь вот есть тоталя там заканчивается и только Es Oil начинается. То есть Total с Eskay выделили маленький кусочек. то есть дорога идёт между разными частями завода она петляет между ними там разделяется завод на четыре на пять на шесть частей поля вокруг которые проходят просто обычные дороги городские просто обычные дороги а по краям находятся вот разные части завода которые между собой соединены такими трубопроводами тут иногда они подземные надземные по-разному но что понимали мы сейчас направляемся к порту с ойл это только порт с ойл 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 то есть здесь никто больше не швартуется не разгружается не выгружается кроме тех кораблей которые либо что-либо его силы везут либо что-то его из его забирает ну ойске я так полагаю что примерно тоже порт такой же абсолютно есть то есть зона погрузки вы видите сами видишь сами вернее здесь стоят это лировозы различные танкеры это все вот корабль lpg который переводит в жиженный газ А видите, вот идет ферма такая, которая уходит прям на причал, к которому причаливают корабли, и в них заканчивается либо заливается, там, вот видите, о-о-о-о, о-о-о-иджел И, кстати, там, вдалеке, на том берегу, это тоже я соел, тоже их мы здесь. Мы подъезжаем к какому-то оцик... А, танк терминал? Да. Универсальный терминал. Аааа, 4-0! Да. Ааа, да. В универсальной терминалке, сегодня в сейфе, если бы этот терминал там уже скончился, S-OIL, вернее, подходит сюда и загружается там в разные вещи, в чем-то, в чем-то, в чем-то, здесь, в чем прикол, что здесь могут арендовать любые структуры, себе резервуары хранения для базовых масел, S-OIL, SK, FIDELOIL, BANK, GS COUTS, все, любой, здесь может арендовать терминал, в терминале, вернее, танк, и в нем хранить свои базовые масла, если бы этого есть необходимость, Короче, такой банк по ефтепродуктам Серьезные такие, на самом деле, объемы, конечно, я так полагаю, что там еще и подземные, скорее всего, тоже есть А мы сейчас поехали с водителем посмотреть на терминал ExxonMobil, потому что оказалось, что водитель наш проработал, как и я, также, 7 лет в ExxonMobil, 7 лет В ExxonMobil, like me, это очень удивительно, на самом деле, совпадение такое Это вот SK Потому что в Коре есть большая компания S-OIL, SK, GS CARTEX, Hyundai, ExxonMobil, DOSI Это территория большая SK Ким работает менеджером в SCNLUPE, он мне сейчас только подтвердил, что в Корее 4 крупнейшие компании, соответственно, SK, S-OIL, Hyundai Oil Bank и GS CARTEX Это вот SK, но уже Виктория Мы проезжаем, мы едем уже минут 15, капец, а сегодня можем проехать эту SK территорию просто колоссальных размеров заводы Прямо реально районы городские, много-много-много, вот еще кусочек Мы проехали от того завода, от первоначальника, который я называл, минут 15, наверное, вот мы еще едем по территории С-OIL, SK Это все SK Подъезжаем с вами к ExxonMobil Korea Вот это все ExxonMobil Korea С левой стороны от нас сейчас Попробую маленько даже взглянуть кусочком Видите, ExxonMobil ExxonMobil Korea здесь экспорт плант для всей Кореи полностью, вот, хотя он по себе, самого себе по размеру небольшой, но для быдникового завода много не нужно, там, в принципе, ну, он такой, не то чтобы небольшой, нормальный, короче, вот, а здесь они топливо не делают, только смазки пластичные, только масла моторные. Когда у них еще не было производства по пластичным смазкам, здесь вот на этом автомобиле, на корейском, они размещали Уси Эн Люп, откуда мы только что с мы приехали.